Котяра Лайф Я довольно-таки часто в последнее время задумываюсь над этим вопросом, потому что многим людям, как оказалось, совсем не требуется ничья помощь. Они вполне себе сами могут помочь, но, к сожалению, не хотят. Недавно услышал одну притчу. Шел молодой человек по улице и видит такую картину. На трельце сидят старушка и старик. Между ними лежит собака. Собака скулила от боли. Молодой человек подошел к старушке и спросил, а что случилось? Что с вашей собакой? Она ему говорит. Она лежит на гвозде, ей больно и она скулит. Услышав эту притчу, я задумался. Ведь, видимо, ей настолько больно, чтобы скулить, но не настолько для того, чтобы со мной встать и облегчить себе жизнь. Ведь очень часто такое бывает. Многие люди вполне могут помочь себе сами. Им важно лишь привлечь внимание. Вот, честно говоря, я не знаю, что движет этими людьми. Я не понимаю этого. Но какой смысл привлекать к себе внимание, если ты можешь сам себе помочь? Это что? Это как-то потешит твое внутреннее эго? Или что-то вроде того? Я даже не знаю, как это правильно описать. К сожалению, такие примеры далеко не единичны. Есть у меня одна знакомая, имя ее не буду называть, которая даже создала специальный паблик ВКонтакте про себя любимую. И в ней она пишет цитаты. Какие все люди сволочи, что ей никто не помогает, что она такая вот сильная, мужественная и так далее. И тому подобное. На деле же могу сказать совершенно иначе. Этот человек, он очень любит привлекать к себе внимание. Чтобы все слушали только ее. Вот, она мисс вселенная, богиня. Все ей поклоняйтесь, лежите пятки и так далее и тому подобное. Я таких людей терпеть не могу. Я привык все делать сам. Выживать сам. Ни у кого помощи не просить. А если и просить, то обязательно, как говорится, потом этому же человеку и помочь, когда ему надо будет. Мне на самом деле в такие моменты становится очень неловко кого-то просить о помощи. Порой даже язык свертывается и сложно даже слово сказать. Потому что я привык помогать себе сам. Ни на кого не надеяться. Мне кажется, что надеяться на кого-то, это довольно-таки глупо. Особенно на малознакомых тебе людей. Вот идет человек по улице, да. Это его личное дело. Помочь тебе или нет. Он тебе ничем не обязан. Если он видит, что человеку плохо, он должен подойти и помочь. Но это его право. Он ничем не обязан тому, кто... Ну, он не обязан помогать. Но он это делает. Он это делает исключительно по своей воле. По доброте душевной. В последнее время, я хоть и веду довольно-таки отшельнический образ жизни, все-таки с социумом мне приходится контактировать. Потому что я зачастую езжу по заказам, играю на свадьбах, снимаю видеоролики, рекламы, свадьбы и прочее. И зачастую такое бывает, что лезу в общественный транспорт с какой-то большой ручной кладью. Будь то камера или баян, к примеру. Да, эти вещи занимают достаточно много места. Поскольку камера у меня профессиональная. Сейчас, к сожалению, она стоит на зарядке, поэтому я снимаю на маленькую DV-камеру. И очень часто, слышу в свой адрес, неодобрительные возгласы. Что мол, чё ты тут встал? Убери свое дерьмо! Вот. Или, молодой человек, уберите ваше имущество! Ну, это я так, к примеру, говорю. Вот. Что в основном это звучит как бы в приказном тоне. Поэтому я всегда стараюсь занять место где-нибудь там подальше от всех, чтобы я никому не мешал. И чтобы мне случайно не повредили дорогую аппаратуру. Но порой бывают такие индивиды, которые очень любят докапываться. Это уже несколько другая тема, но я все-таки хочу ее в этом видео развить. Вот стою, казалось бы, никого не трогаю. За спиной у меня чехол с аккордеоном. Вот. Лазу в телефоне, переключаю музыку или отвечаю на сообщения. Да, такое бывает. И бывает довольно часто, поскольку я активный пользователь соцсетей. Прошу прощения. Вот. И приходится иметь дело вот с такими вот индивидами. Казалось бы, полупустой автобус. Места всем хватает. Нет, находятся такие люди, которые будут переть прямо вот на пролом. Они лезут, чтобы занять то или иное место. Ни на кого не смотря. Просто пропихиваются. Не спросив ничего. Можно подойти и попросить молодочек. Отойдите, пожалуйста, в сторонку. Мне нужно пройти. Я не пройду. Нет, мы будем всех расталкивать и лезть. Только ради того, чтобы встать у определенного окна или сесть на определенное место. Люди, вы что? У вас совсем проблема с головой в последнее время? Кстати, насчет общественного транспорта. Постараюсь как можно более компактно все вложить именно в одно видео. Поскольку такое, скорее всего, будет выходить не часто. И это не тематика моего канала. Я лично не считаю своим долгом уступать место какой-нибудь мамаши с двумя-тремя личинусами. Или женщине чуть-чуть за 50, которая села, чтобы проехать две остановки. Я езжу на общественном транспорте довольно-таки много и часто. И зачастую это именно большие расстояния. Если это расстояние в 2-3 остановки, ну, к примеру, скажем так, даже до 5-6 остановок, я иду пешком. Я не хочу запихиваться в общественный транспорт с огромной ручной кладью только ради того, чтобы, во-первых, 10-15 минут просто проехать. Во-вторых, терпеть, скажем так, от некоторых индивидов, которые попадаются довольно часто. Но нет же, есть такие люди, которые запихиваются в переполненный автобус только для того, чтобы проехать 2-3 остановки и при этом нагло требуют уступить им место. Я в ответ просто включаю полнейшего хама. Я говорю, а почему я вам должен место уступать? Вы не престарелая бабушка, которая за 70 и которая еле-еле стоит на нолях. Да, вы сейчас скажете в комментариях, а что ты молодой, но постоишь? Я не спорю с этим. Но бывают такие случаи, вот представьте, я работаю сутки трое охранником. Целые сутки я на ногах. Присесть даже, ну, редко когда получается. А теперь представьте картину. Я должен уступать место какой-нибудь женщине чуть-чуть за 50, которая, во-первых, выспалась хорошенько, во-вторых, проедет 2-3 остановки и выйдет, и потом на ее место сядет. Точно такая же особа. И в-третьих, какой-нибудь мамочке с детишками. Вот. А теперь подумайте. Нет, я никого ни к чему не принуждаю. Вы можете сейчас срать в комментариях, сколько вашей душеньке угодно оскорблять. Мне, честно, глубоко плевать на оскорбление. Я такой человек, что весь негатив от себя просто привык отметать. А зачем его в себе накапливать? Вот сами подумайте. Ну, что я хотел сказать. В принципе, в общем-то, все. Как говорится, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои видео. И, да, еще раз повторюсь. Я не ставил себе целью кого-то оскорбить, задеть. Или все такое в этом духе. Нет. Я просто пояснил ситуации из своей, скажем так, практики. А с вами был Катя Арасан. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok